Привет, меня зовут Елена Рассохина и это новый фон. А 23 марта на мему разошлась следующая ситуация. Здоровенный контейнеровоз, причем реально один из крупнейших, Ever Given, компанией Evergreen, немножко так перекрыл советский канал и на момент написания сценария и самых свежих новостей в режиме ожидания стоит 321 судно, а точнее уже 450. Хотя, наверное, на время выпуска видео уже, наверное, ситуация опять изменится. Как писали 26 марта, убытков оценивается на 230 миллиардов долларов. А кто-то, конечно, пишет, что сами грузы оцениваются в 10 миллиардов. Как бы там ни было, слово миллиард присутствует и звучит очень внушительно. Но вообще 230 миллиардов это про то, что, мол, доставленные его, не доставленные, точнее, вовремя товары приостановят рост мировой экономики и это примерно вот столько денег. И типа обходится мировой торговлей в 400 миллионов в час. Судно пытались оттащить буксирами, но оказалось как бы не вариант, поэтому советский канал немного расширит, или точнее уже немного расширили. Пользователям интернета очень полюбилась картинка, как с египетской стороны маленький экскаваторчик старается. Но ситуация явно интереснее, так как известно, ну, на момент написании сценария, что вывезли 20 тысяч тонн песка и махину только чуть-чуть сдвинули. Давайте, в общем, посмотрим на мемы, потому что их как бы тысячи их. И, в общем, понятно, что помимо всего этого веселья, конечно же, в силе правила 34, но это настолько странная фигня, если честно. Особенно в конкретном контексте, что сидишь потом с вооружением, типа, enough internet for today. Короче, народ накрафтил всякого творчества просто от души. А на всякий случай, зачем нужен Суэцкий канал? Помимо того, что пользование каналом приносит Египту 6 миллиардов в год, если внимательно посмотреть на карты, можно заметить, что африканский континент очень большой. И чтобы сократить расстояние 1008 километров, а точнее не тратить время на обход всей Африки, 17 ноября 1869 года был открыт канал. Хотя торговый путь где-то здесь бывал в стародавние времена, и его даже закапывали обратно и все такое, но, в общем, дело-то не в этом. Наши дни, наши дни. Вот все вот эти вот корабли очень красиво стоят. И есть мнение, что обходить вокруг Африки даже на современных двигателях все равно как бы заусить немножечко дорого. Хотя простой тоже дорого, но ладно. Как это произошло? В общем, по одним данным есть инфа, что капитан сказал, что их, мол, занесло ветром на мель. По другим данным дело в блэкауте. Но, как бы, я бы не сказала, что это очень введительно и стоит исключать человеческий фактор, потому что, ну, с моей стороны, это немножко выглядит как осознанный саботаж, потому что известно, что перед заходом в канал корабль вычертил это тайное фаллическое послание как бы за пару часов до всего происшествия. Хотя, может, он просто пошутил, а потом он тут же опростоволосился как следует. И, может быть, даже случайно. В общем, мне интересно, это капитан такой затейник, и что-то пошло не по плану, или это реально осознанный саботаж, и он хотел войти в историю. В общем, в любом случае, у него это получилось, и просто интересно. Есть ли чьи-то интересы, в чьих интересах эти интересы? Короче, контейнеровоз в длину 400 метров и 59 метров в ширину. Под флагом Панамы этот корабль шел из Китая в Нидерланды. И даже вот Роскосмос сфоткал фоточку. А мне очень нравится, что интернет прям поспешил на помощь с предложениями, как можно починить ситуацию. Здесь, короче, и ВД-40, и ватная палочка, и позвать Эрона Йегера. Эрон! И киты, и шарики, и прорыть канал рядом в фотошопе, и много других восхитительных решений. Чего таить? Спустя 6 дней махину потихонечку сдвинули, и, в общем, сейчас дело уже в буксирах, чтобы ее окончательно выровнять. Так что, резюмируя предыдущую инфу, ее как бы немножко обновляя, вытащили 27 тысяч кубов песка, а корабль буксирует, чтобы он вернулся на курс и свалил. А в пробке тусило 450 судов. Почему я говорю тусило? Потому что я снимаю в понедельник, а выпуск выйдет в среду. В связанных новостях мелькают слова про примерно 12% от мировой торговли, и то, что кто-то из кораблей все же пошел в обход Африки. Но это, опять же, на момент перед съемкой. Пишут, в общем, что Египет терял по 14 миллионов в день из-за этой ситуации. А мне интересно, захочет ли кто-то заставить кого-нибудь нести ответственность, и работает ли в этом случае страховка. Так или иначе, это главная новость недели. А теперь я расскажу вам немного мыслей по поводу некоторых странных и не очень событий этих дней. Выпуск начали писать в субботу, так что сорян, если это уже совсем не новости. Хотя, погодите-ка. Я немножко стеснялась в новых условиях снимать, я надеюсь, выпуск вам в целом понравился. Окей, и пока вы ставите лайк и пишите коммент, давайте посмотрим на то, как летят пески Сахары над океаном прямиком с высоты МКС его полета. В общем, при помощи климатического спутника Калипса ученые наблюдают за такой штукой, как межконтинентальный, в общем, песок, который в среднем за год из Сахары в тропические леса Амазонки переносится 182 миллионов тонн. В общем, и песка, и пыли. Однако, в кое-какие годы бывает в половину меньше или же больше. И примерно 15% всей этой радости оседает в океане по пути. Так, для отчетности. Судя по всему, этим самым лесам это идет на пользу, так как климатологи и экологи говорят, что амазонские тропические леса не являются в полной мере самодостаточными, и им нужен постоянный приток фосфора, калия и других разных веселых штук, которые вымываются в океан. Так вот, сами эти ученые считают, что 7 лет наблюдения за всеми этими потоками пока недостаточно, чтобы определить, как изменение климата будет влиять на Амазонию. И я реально не знала, что прям вот пески вот настолько могут пригодиться. А другая новость недели это извержение вулканов Аградас Ядль, который спал 6 тысяч лет. Казалось бы, как бы извергается, извергается, чем мы вулканов не видели. К тому же в Исландии постоянно что-то жахает там, как бы, вроде с этим активно. Несколько лет назад, например, Эйф Ядло и Кудаль жахнул, так что самолеты в Европе не летали особо. В общем, мне кажется, что в Исландии есть два развлечения. Это придумывает сложные названия для вулканов, и интересно с ними взаимодействовать. Но если нас с вами не удивляет извержение вулканов, которые мы с вами видели уже со всех сторон, то к чему я это рассказываю? Потому что современные технологии смелые авантюристы сделали немного захватывающих видео, которые меня сумели удивить. И я надеюсь, вам они тоже доставят, как минимум, такой, да, интересненько-интересненько. В общем, Бьерн Стейнбек с дрона снял вот эту всю офигенскую красоту, и вы просто не представляете, в какое время мы живем. Вот потому что... Только с недавних пор люди могут наблюдать такие красоты. Но это не все, чем я могу вас сегодня удивить, потому что есть фотограф Гардер Олаф, который сакрифайснул ради нас свой дрон, потому что он сделал красиво. Вот просто вслушайтесь в эти звуки. Ладно, это было реально круто, и поэтому это в не новостях. Короче, Австр... К следующей истории. Австралия. Все знают, что там немножечко как бы опасно, потому что там очень много пауков, и змей ползут всякие. Можно получить хук справа от кенгуру, или подраться с ним на равных за свою собаку. Если вы арахнофоб, или боитесь мышенек и змеек, смело проматывайте новость. Как бы сейчас самое время. Все успели? Ладно. В середине марта Австралию крепко накрыли дождей, из-за чего началось сильнейшее за 60 лет наводнение. Там еще и плотину прорвало, и, соответственно, обитатели лесов, лугов, и что там еще есть в Австралии, решили как-то передислоцироваться в более сухое, безопасное место. А потому начали появляться вот такие вот видосики. Например, здесь получатки спасаются и сушат лапки. Например, а мужчина вместо того, чтобы строить кирпичную фабрику, просто снимает это видео. А вот здесь видно, как бегут мышеньки. Ну и, конечно, не обошлось без классических змей в доме. Насколько я понимаю, они там и без катаклизмов бывали частными гостями, но сейчас змей лу вообще на расхват, потому что такую красавицу можно найти у себя под подушкой. А исследователям из Центра астрофизики Гарварда Смитсона впервые в истории астрономии удалось найти движущуюся черную дыру в недрах одной из далеких галактик. Главное, чтобы ее Дисней не снимала, то все мы знаем. В общем, находится эта черная дыра в центре галактики J0437. В общем, вот название. Находящиеся на удалении 230 миллионов световых лет от нас. Охотились за красоткой 5 лет. С точки зрения элементарной логики, скорость движения черной дыры должна совпадать со скоростью окружающей галактики, пишет исследователь. Если мы вдруг обнаружим несоответствие между этими двумя скоростями, мы автоматически обнаружим черную дыру, перемещающуюся самостоятельно. Они давно предполагали существование таких штук, и ученые изучали конкретно те случаи, когда в окружающих черную дыру дисках материи находилось много воды. Эта вода, вращаясь вокруг черной дыры, становится источником излучения, подобного лазерному излучению, но смещенного в области радиочастот. Такие источники ученые называют мазерами. Ну, информация. В общем, я обнаружив такой мазер, при помощи нескольких радиотелескопов могут определить скорость движения черной дыры. И знаете что? Эта черная дыра движется со скоростью 173 тысячи километров в час относительно окружающей галактики. Так, ты ж блин. Во-первых, я не могу представить себе эту скорость, а во-вторых, масса этой черной дыры в 3 миллиона раз превышает массу нашего Солнца. А мы все с вами помним вот эту вот гифку, где сравниваются размеры Земли и Солнца, Бетельгейзе, Ригеля и других больших изрядных штук. Хотя, конечно, стоит помнить, что масса и размеры это как бы разные штуки, что как бы очевидно, но допускаю, что габариты ее все равно изрядны. Так вот, есть мнение, что возможно движение этой черной дыры объясняет то, что она часть бинарной системы. И она сближается со второй черной дырой, которую мы не видим из-за отсутствия мазеров у второй. Давайте хотя бы порадуемся, что она летит не к нам, хотя как бы до скорости света ей все равно очень далеко. Фух, рассказала про большую штуку. Давайте к следующей истории. И сейчас будут две коротенькие новости из интернета, потому что ходят слухи, что Майкрософт собирается покупать Дискорд, и народ встревожен. Хотя, вроде с тем же Скайпом все в порядке. Хотя, может, дело в том, что я не пользуюсь? И мои товарищи тоже особо. Ну ладно. Чем это может грозить? Тем, что, скорее всего, он будет в предустановке, и это изрядно расширит ее аудиторию, если это можно считать угрозой. Однако, есть мнение, что таким жестом Майкрософт хочет просто расширить свое влияние на игровую сферу, скупая медиакомпании наподобие занимок медиа Bethesda и попыткой купить ТикТок. В случае покупки Майкрософт также сможет объединить внутреннюю подписку расширенных функций Дискорда, Нитро, со своей собственной подпиской Xbox Game Pass. В любом случае, пока это только переговоры. Возможную сделку компания также обсуждала с Amazon и Epic Games. Также некоторые аналитики вообще считают, что Дискорд хочет стать публичной компанией, выпустив свои акции в массы. В любом случае, народ интернету слегка немножко напрягся. А игра Тиралия перешагнула отметку в 35 миллионов проданных копий, с чем я ее поздравляю. А еще, кстати, она возглавила топ-250 лучших игр Steam за все время. И я в нее так, кстати, никогда не играла. Хотя, говорят, что если мне зашел Майнкрафт, то и Тиралия вполне себе зайдет. Хотя я еще в Майнкрафт не наигралась. В любом случае, заходите на стримы. Один будет вечером в среду, другой вечером в пятницу. А на следующей... Блин, это звучит как расписание. А на следующей неделе может быть даже чаще, потому что в РТУ каникулы. А теперь лебедь и мужик. На сладкое. Ибо именно эту историю мы вам и припасли для этих самых целей. Сначала она может даже показаться немножко забавной, но если включить эмпатию и постараться вжиться в рутину главного героя, то это уже не кажется таким забавным. Даже где-то в мире существует игра, где ты играешь за гуся, который всех достает, ибо такова его цель. Интересно, с кого он вписан. В общем, ладно, вернемся к этому конкретному лебедю. Сударь по имени Стивен Лэг, 70 лет, и ему очень докучает лебедь. И звучит очень смешно, но за вами когда-нибудь гонялся лебедь? Ну так вот, этому человеку он стучит клювом в почтовую щель долго и бесюча. При том, у него есть самка, есть еда, и, видимо, нет развлечений. Потому что птица приходит каждый день, стоит и долбит несколько часов в эту щель на протяжении пяти долгих лет. Пяти лет, Карл. В общем, дядька пробовал закрывать почтовую щель, и это, кстати, помогало, но зато он оставался без почты на месяц. Это ему не понравилось. Местные зоозащитники, к которым он обращался, говорят, что птица таким образом пытается почистить клюв. И дядька теперь планирует продолжать закрывать щель, но открывать окно, чтобы совсем бесстаться без почты. Хотя, казалось бы, внешний почтовый ящик отличное решение. Типа, что я умешала поставить? Короче, у кого-то лебедь пять лет долбит в почтовую щель, а у кого-то миллиарды денег застряли из-за рисовать щейка фалосов кораблями. А я благодарю всех, кто посмотрел этот выпуск и оценил новый фон. Спасибо всем, кто поставил лайк, откомментировал и подписался. А еще спасибо всем подписчикам Патреона за то, что могу делать не новости. Отдельное спасибо всем вот этим вот, дамам и господам. И отдельное спасибо мистеру Хомяку за колоссальный вклад в не новости. Заходите на стримы. Увидимся в следующей среду. Или на стримах. Пока!